Здравствуйте! Это программа «Город Тесс» и я Елена Черневская. 19-20 августа в креативном кластере «Станкозавод» в Самаре пройдет первый хакатон по развитию креативной экономики и повышению привлекательности города для туристов. В хакатоне примут участие предприниматели, представители творческих профессий и студенты из Самары и области. Конкурс ставит свои задачи поиск новых идей и подходов к развитию креативной экономики региона. Подробнее с моим гостем в студии Никита Петухов, генеральный директор консалтинговой компании. Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Елена! Да, сразу вопросов несколько. Почему, во-первых, хакатон? И понятие креативный кластер, ну, еще достаточно нового у нас для Самары. Расскажите, пожалуйста, что это вообще за проект? Ну, коротко, если это короткое соревнование «Хакатон», оно пришло к нам из области IT, когда люди, занимающиеся IT-индустрией, соревновались в написании каких-то коротких программ или какого-то материала. Это было неким соревнованием для них. Соответственно, оно перетекло в креативную индустрию, стало широко распространимо. Поэтому мы тоже решили наше маленькое соревнование, короткое, назвать «Хакатон», так как участники будут работать всего два дня, у них будет конкретное задание по конкретным направлениям и, соответственно, задача, как эти направления надо заработать. Ну, а давайте, знаете, немножечко о проекте поговорим попозже. Мне, знаете, какой вопрос интересует? Почему лично вам интересен этот проект? Вообще, если вспомнить, с чего все начиналось, почему лично вам это интересно, я прошу рассказать немного о себе. Ну, мы выросли из риелторской компании, достаточно крупной. После этого занимались коммерческой недвижимостью, брокерджем и управлением офисных центров, торговых центров. И в какой-то момент, поездив и получившись у наших коллег из Москвы и Санкт-Петербурга, мы поняли, что направление редевелопмент, реновация территории, восстановление исторических зданий и современные их приспособления являются актуальной темой. В Самаре у нас этим никто не занимается. И в 2018 году решили вложиться в такой первый объект. Это наша первая креативная студия. Мы их называем креативной студией. Проект «8 студий» на Молокзайске «86». Оттуда все началось, и так как популяризация этих направлений росла, спрос рос, мы начали двигаться дальше. И вот Центр труда и отдыха «Станкозавод», который мы открыли в сентябре прошлого года, уже четвертый наш проект. До этого был творческий класс «Тарартисты». Еще есть маленькая студия, называется Есенин Флэс, в которой тоже ребята работают, сидят и всякие творческие индустрии производят креативный товар. Ну, а как пришла идея создания этого проекта? Идея «Станкозавод» пришла, на самом деле, много лет назад, потому что объект стоял давно, заброшенный. И несколько раз к нему были попытки подобраться разного рода арендаторам и инвесторам. Но вот, так сказать, мы почувствовали себе силы упаковать эту бизнес-модель несколько лет назад, найти для нее инвестора. Просчитав все, вот мы в 22-м году, в сентябре мы открылись, в феврале 21-го мы закрыли сделку по консолидации, это в одних руках, подписание всех необходимых документов, и полтора года мы ввели строительные работы. И в сентябре открылись, сейчас мы, правда, продолжаем ввести. У нас есть еще объект внутри Центра трудоводных станководов, которые не отремонтированы. Но я думаю, что в ближайшее время, до конца этого года, мы и достроим, и уже все пространства наших больших 7 тысяч квадратных метров будут отремонтированы, сданы в аренду и предоставлены на суд гостям и жителям города. Города Самара. Вы сказали, что вы видите будущее у этого направления. Расскажите, пожалуйста, а кому вообще, в принципе, интересен креативный кластер? Креативный кластер интересен, в первую очередь, жителям города, потому что это в определенном роде третье место. И такую цель мы ставим для себя, чтобы местом проведения времени, после работы, после учебы, кроме дома и, неважно, дачи или квартиры, было какое-то место, где удобно было отдохнуть и поработать, и встретиться друзьями, и как-то вдохновиться, и почувствовать атмосферу, просто провести время, которое нравится проводить, неважно как. Вот как раз это и было целью создания третьего места именно такие объекты. А, конечно, еще кроме жителей города, это еще и гости. Города, которые, безусловно, такие объекты являются туристически привлекательными, так как всегда есть и историческая составляющая этих объектов, это всегда старые здания, новых зданий, креативный кластер они бывают. Это всегда какая-то история этих объектов, которые мы стараемся сохранять. Это всегда какие-то уникальные вещи, истории с точки зрения артефактов, с точки зрения дизайна, с точки зрения архитектуры, с точки зрения видовых характеристик, поэтому, конечно, и гости города, как просто туристы приезжающие, так и деловой туризм, мимо проезжающие люди, безусловно, такими проектами начинают интересоваться все больше. А что увидят, проходя жители мимо, ну вот, к примеру, станка завода или гости города, что они могут увидеть необычного и креативного? Вы знаете, я почему вас спрашиваю? Как правило, жители города отдыхают, ну, после работы идут торговые центры, там можно и посмотреть кино, и весело провести время с детьми, и перекусить. А вот что будет здесь такого нового и необычного, что разительно отличает от того привычного места отдыха, о котором я сказала выше? Ну, во-первых, мы просто даем другое место отдыха. То есть, если торговый центр – это бетонная коробка в пустых пространствах, где ты можешь посидеть на фудкорте или в кино, то здесь это живая такая структура бывшего исторического завода, мы сохраняем большое количество артефактов в виде каких-то шестеренок, кранбалок, плиток, цехов, бывших станков, на которые можно посмотреть, что-то об этом почитать, за этим посидеть, как мы сделали из этого, там, столы, скамейки, какие-то вещи, которые можно попользовать, потрогать. Во-вторых, большое количество резидентов предоставляют достаточное количество разных товаров, услуг, мастер-классов, какого-то время проведения в виде квартирников, опытов, товаров, идей, которые можно прямо сейчас здесь прийти попользоваться, каким-то другим потребительским сценарием, кроме того, что просто купил и ушел. Да, можно посмотреть, можно насладиться, можно потрогать руками, можно самому что-то сделать. И Станкозавод в том числе проводит большое количество мероприятий на территории, это и концерты, это и выставки, это и первая в Самаре большая эксплуатируемая кровля, на которую можно забраться, посмотреть закат, это и какие-то уникальные вечеринки, это привоз каких-то художников, экспонатов или каких-то материалов, которые тоже можно посмотреть. Поэтому, конечно, гамма гораздо шире, чем вопрос в торговом центре. Да, разумеется, вы меня убедили совершенно точно, но ведь на это, Никита, нужно время. Да, безусловно. То есть здесь все-таки больше рассчитано, как вариант туристического, маршрута для гостей больше города. В чем привлекательность для самарцев? Для самарцев в проведении времени внутри, как я уже сказал, выше у резидентов, то есть когда у гостей города не так много времени, чтобы остаться на мастер-классе или записаться заранее на какую-то лекцию, которая будет, может быть, вечером или на следующий день, у жителей города, безусловно, есть такая возможность. И если жители будут подписаны на наш Телеграм-канал, на афишу, которая достаточно обширная, на афишу наших резидентов, то, я думаю, они найдут для себя все, что они захотят. Массу привлекательных вещей, да. Да, 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 на всякие разные, так сказать, и вкус, и возраст, потому что там есть и какие-то игры, и мастер-классы совсем для маленьких наших горожан, для детей, да, так и какие-то взрослые уже более серьезные там концерты, выступления, выставки, когда это направлено на какую-то узкую целевую территорию. Давайте подробнее о проекте. Кто может принять участие, кого вы ждете в качестве участников? Хакатон был придуман нашими партнерами, ивент-агентством, с которым мы проводим, собственно, все мероприятия на Станкозаводе, нами, командой Станкозавода, потому что нам, как кажется, пришло время не только развлекательных мероприятий, потому что в основном до этого времени мероприятия были больше развлекательные, деловых было не так много, но так как мы Центр труда и отдыха и креативный кластер, нам надо однозначно вносить какой-то вклад в развитие этой индустрии, этой экономики в городе и в области. Этот проект был придуман, и мы постарались из того опыта, который у нас был накоплен, из тех проектов, в которые мы участвовали в региональных и федеральных, вынести самые острые вопросы. А острых вопросов пять – это развитие, безусловно, как мы и говорили, туристического потока и привлечение, в принципе, туризма в креативные кластеры и в креативную экономику. Второе – это сувенирная продукция, потому что у нас зрел вопрос о том, когда сувенирная продукция должна выйти за рамки стандартной ракеты, жигулевского пива, забиваки, магнитиков с видами Самарской области. Третье – это IT-сектор, безусловно, потому что очень мало приложений, которые сейчас захватили нас, захватили интернет, наши смартфоны, используются для креативных кластеров, для креативных индустрий, для ребят для работы. И хотелось бы, чтобы эта отрасль чуть-чуть развернулась в этом направлении. Дальше – это создание неких комьюнити, потому что огромное количество есть у нас креативных сообществ, самых разных – это и художники, и музыканты, и керамисты, и кулинары. И предоставить им площадку. Да, но надо этим сообществам предоставить площадку, надо дать им возможность где-то генерировать свои идеи, дать возможность им как-то объединяться, чтобы они могли что-то менять в этом рынке, что-то менять для сообщества, и это в том числе одна из идей. И последнее, это очень острый вопрос, который сейчас стоит, – это, безусловно, образование. Потому что и в Москве, и в Санкт-Петербурге уже появились и институты, и частные школы, и интернет-платформы для образования в сфере креативных индустрий, как в целом про креативную экономику, так и точечно по индустриям. В Самаре пока это практически не представлено. И хотелось бы, конечно, с федеральными экспертами, мы достаточно большое количество зовем к себе гостей, это послушать, поучаствовать, и чтобы они в те команды, которые мы набирали, вдохнули эти идеи, эти мысли для того, чтобы команды придумали ту идею, которую потом реально будем реализовывать. Ну, а востребованности такого проекта говорить рано, он будет понятен уже после того, как он будет реализован, либо вы уже чувствуете, что вот да, самарский житель созрел для этого, просто хакатон необходим. Да, хакатон необходим, и чувствуем, что он созрел, иначе бы мы этого не делали, и понимаем, что мы не зря зовем большое количество участников, порядка 125 человек будет, потому что это 5 команд, в каждом из 5 направлений, которые я озвучил, будет по 5 команд. Каждая из команд получит задание, каждая будет работать на результат, потому что результат, мы говорим, хороший, кроме того, что это просто денежный приз, да, 250 тысяч рублей у нас призовой фонд, и 50 тысяч рублей каждой команде в направлении победителя достанется, значит, денег. А во-вторых, у нас задача не просто сделать хакатон ради хакатона, а конкретные эти идеи, ну, как минимум, применить у нас в классе, или на территории танкозавода в реальной жизни. Второй вариант – это использовать эти идеи для развития, в принципе, каких-то индустрий и направлений в городе. Да, и третья глобальная идея, если мы вдруг сможем увидеть, мы, эксперты, профессионалы, которые приедут в спикер, увидеть что-то, что можно поднимать на федеральный уровень, что можно вносить в какие-то программы, что действительно может повлиять как на экономику, мы всячески это поддержим и будем готовы ребятам помогать и двигаться дальше. То есть хакатон – это еще и некий стартап, да, для многих молодых компаний. Так мы недаром сейчас с вами в эфире анонсируем это мероприятие заранее. Скажите, кто может стать участниками? Кому подавать заявки, сроки, оргмоменты все? А подавать заявки могут все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Это могут быть и студенты, и предприниматели, и бизнесмены, и какие-то уже команды собранные. То есть мы берем и людей, которые заявились сами, и мы тогда будем их собирать в команды. И также команда может быть максимально сформирована. То есть помогает еще и на начальном этапе, да? Команда может быть уже сформирована из пяти человек, заявка может быть сразу подана на команду. Все заявки мы будем принимать до конца дня, от 23-59 секунд, значит, 4-го... Тоже кратерный подход по времени, да? Да, конечно, 4-го, 4-го августа. До 7-го августа мы будем эти команды формировать. И 7-го августа мы огласим тех счастливчиков, тех 125 человек, которые будут с нами участвовать. И будем их готовить к тому, чтобы они начали 19-го числа работать и активно 2 дня проработали для того, чтобы в конце 2-го дня презентовать свои проекты, свои идеи перед жюри и, собственно, получить приз. Ну, подготовка должна быть достаточно серьезной. Что необходимо иметь, помимо какой-то бизнес-идеи, может быть, какие-то документы или, я не знаю, проекты, чтобы пройти 100%, потому что, ну, просто так подать, поучаствовать, наверное, не совсем интересно. Ну, мы все-таки не, так сказать, не бизнес-сессия и какой-то не государственный грант, поэтому, в первую очередь, для нас, конечно, идея – это самое главное. А второе, я думаю, что мы будем стараться формировать команды и просим, если команды будут сформированы, таким образом, чтобы в команде были профессионалы из разных направлений. То есть, чтобы можно было эту идею упаковать, посчитать, сделать какую-то аналитику, правильно воспринять ту информацию, которую дают эксперты. Более того, они будут давать параллельно с этим какие-то лекции и давать мастер-классы, да, и чтобы эту информацию можно было правильно упаковать, оптимизировать и приложить к той идее, которую эта команда придумала. Поэтому просто, чтобы эти 5 человек были, во-первых, а, максимально креативные, БЭО умели правильно считать, позиционировать, оптимизировать ту информацию, которую им дают, и создавать правильную презентацию. Никита, кто вас поддерживает? Нас поддерживает городской округ Самара. Спасибо большое, что город согласился, и для него это важно. Правительство Самарской области в лице Министерства экономического развития, Министерство туризма, Министерство культуры. Есть ряд партнеров и спонсоров, безусловно, и местных, федеральных, которые мы призываем, и которые будут вместе с нами на протяжении всего мероприятия. И также это позволяет нам пригласить просто всех горожан, мы зовем всех горожанных котом, потому что оба дня у нас будет открытые городские лектории, будет несколько площадок, на котором в том числе и гости, которые приедут, и спикеры, и жюри, и модераторы будут выступать, читать какие-то лекции, будут точечные какие-то профессиональные мастер-классы или лекции на заданные конкретно темы. Поэтому у нас в афише на сайте, на нашем, «Креатив на Волге», наш называется, хакатон, и вбив «Креатив на Волге» в любом соцсетях, интернете, вы можете найти всю информацию. Можно записаться, в том числе, если просто ты не хочешь участвовать, но тебе интересно понять и разобраться, что это, да, прийти, послушать, посмотреть. Ну, то есть это будет такая активная креативная тусовка. Да, мы займем всю площадь станкозавода, да, чтобы задействовать все пространства, чтобы всем хватило места. Но я так полагаю, что это все-таки рассчитано на Самарскую область, может быть, это начало, потом будет уже и федеральный уровень, так себе такую вот планочку, понимаете? Мы планочку ставим такую, более того, мы зовем гостей, и у нас есть некие чаты и сообщества креативные из других городов, и, конечно, если бы приехали коллеги, например, из Ульяновска, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, там, Екатеринбурга, где активно развивается креативная индустрия, и сообщество очень хорошо себя показывает, было бы замечательно, во-первых, поделиться опытом, во-вторых, наши самарские ребята, послушали бы идеи, которые, может быть, назревают или уже реализовываются на территориях соседних регионов, а мы бы, наоборот, показали им те наработки, которые есть у нас, и, может быть, пошли бы дальше в соседние города и регионы. Вы сказали, что были хорошие, положительные примеры, так я прошу рассказать вас о них. Положительные примеры были на протяжении нескольких последних лет, когда проводились хакатоны, мастер-классы, архипелаги разные, акселераторы, связанные с креативными индустриями, в основном это был федеральный уровень, это делало Одинство стратегических инициатив, несколько раз это делало наше Министерство экономического развития на базе Майбиза, это проходило несколько раз в Екатеринбурге, в Великом Новгороде, на местном уровне, и, собственно, российская креативная неделя вот только закончилась, сам Роскоба, в том числе, была на ней представлена, ездила на лекции, мастер-классы и позиционировала себя, поэтому и все эти мероприятия дали однозначно четкий ответ, что а, креативная индустрия, это точно новая экономика, б, те вопросы, которые мы озвучиваем, они однозначно актуальны, с ними надо работать, и спрос со стороны и городских властей, и области, и просто жителей, и гостей города, он однозначно есть, народ об этом спрашивает, даже вот мы недавно разговаривали с нашим туристическим центром, и они говорят, что в этом году, как никогда, количество запросов на туризм нестандартный, нестандартные места пребывания, нестандартные места посещения, как обычно все привыкли, когда мы приезжаем в Самару, те места, которые мы посещаем, люди хотят посмотреть какие-то дворы, заходить во второй линии, в закутки, узнавать что-то интересное, смотреть новые объекты. А в Самаре таких мест предостаточно. Совершенно верно, и глядя на соседей, на другие регионы, мы видим, что этот спрос тоже растет, поэтому я считаю, что мы не должны отставать и откликаться на то, что нас просят жители и гости города. То есть креатив на Волге будет таким прекрасным дополнением внутреннего туризма в Самаре? Абсолютно, и просто развитием креатива, чтобы на таких больших мероприятиях, когда мы чувствуем эти креативные индустрии, как, например, Волга-фест, да, проходят, мы чувствовали, так сказать, дыхание резидентов, дыхание креативщиков и те идеи, которые они готовы применить, реализовать, потому что на самом деле кладезь этих идей большой. Вот, кстати, лично вы ждете это мероприятие, и я так полагаю, что опыт в креативных направлениях у вас уже достаточно серьезный, вот лично вас что-то прям вот серьезно так удивит, вы ожидаете? Я в ожидании, да, я в ожидании, во-первых, просто команд, потому что креативная индустрия и креативные, в принципе, это в первую очередь люди, потому что это экономика создания чего-либо руками, своим трудом, интеллектуальной собственностью, поэтому, конечно, я жду общения с новыми людьми, с новыми командами. Аб, мне кажется, очень остро стоит вопрос о, мы об этом уже говорили, создании сувенирной продукции, мне этот трек наиболее интересен, и мне кажется, создание некого сувенирного магазина, лавки или направления, когда гости нашего города и горожане, уезжая в другие регионы, смогут привезти что-то интересное, необычное, необычное, точно сделанное в Самаре, с нашей самарской идентичностью, мне вот, по крайней мере, из всех направлений, мне это нравится больше всего. Давайте еще раз озвучим, куда, когда, до какого времени нужно присылать заявки, что, опять же, для этого нужно, ну и кого вы ждете? Да, все желающие, абсолютно достигшие 18-летнего возраста, студенты, предприниматели, рабочие, просто активные жители города, на наш сайт и телеграм-канал «Креатив на Волге», его легко найти, могут вставлять заявки до конца дня 4 августа, мы всех приглашаем, если кто-то не успел подать заявку, может прийти просто в гости, посмотреть на хакатон, послушать те открытые лекции, которые будут, хакатон пройдет непосредственно в Самаре, в центре труда и отдыха «Станкозавод» 19 и 20 августа, победителей будем объявлять 20 августа, я думаю, что после обеда. Ну и приз? 250 тысяч рублей, всего призовой фонд на 5 команд, поэтому гарантированно 50 тысяч рублей. То есть проигравших не будет? Проигравших не будет, более того, если какая-то... Ну, какой-нибудь еще поздравительный мяч будет, да? Даже если, да, команда не выиграла, во-первых, памятные всякие призы, подарки и отметки об участии, и более того, если мы увидим какую-то хорошую идею, которую можно воспользоваться, или ее увидит эксперт, или жюри, или модератор, безусловно, мы будем как-то это отмечать. А кто будет в жюри, кто будет оценивать, и насколько оно, кстати, будет компетентное, независимое, но о профессионализме я волчу. Абсолютно в жюри будет компетентное и независимое, потому что в каждой из отраслей мы приглашаем крупные компании федеральные, которые добились определенных целей успеха. В IT у нас, например, будут ребята, которые разрабатывают очень много приложений для таких монстров, как Яндекс, как Тиньков, как МТС. По туризму и по сувенирке будет много и самарских ребят, и федеральных, кто активно работает с туризмом, активно работает с Мерчем нашего региона или того региона, откуда мы их позвали. Из комьюнити, например, будет, из социокультурного управления, например, веб к нам приезжает из сообществ, приезжает такое сообщество большое, всероссийское, как Вело Город. Много очень фамилий, я думаю, часть мы уже выложили на сайте и в программах, поэтому там будет точно кого послушать и посмотреть. Ну, а они приезжают за свежими идеями, за профессионалами, да. Конечно, послушать, поделиться опытом, сладиться с Амарой и попитаться новыми идеями, информацией, поделиться то, что есть у них. Немного вопрос бизнеса. Все-таки Станкозавод – это взвешенное решение или какой-то спонтанный проект? Сколько занял путь от идеи до реального воплощения? И все-таки на какие сроки окупаемости рассчитываете? Станкозавод, безусловно, это бизнес-проект, это бизнес-идея. Мы рассчитываем, скажем так, на рыночные, я не буду озвучивать, сроки окупаемости. И у нас есть определенный бизнес-план, к которому мы придерживаемся, он расчетный. И команда, управляющая Станкозаводом, делает все для того, чтобы экономика проекта была, а, успешной, б, чтобы это положительно влияло и на арендаторов Станкозавода, и на гостей, которые приходят, чтобы они видели достаточно полную картину с точки зрения арендаторов и с точки зрения синергии той, которую эти резиденты могут собой нести для того, чтобы наслаждаться теми товарами и услугами, которые они предоставляют. Вот, наверное, мне нужно было начать передачу с этого вопроса. Участие в Хакатоне бесплатное? Участие в Хакатоне бесплатное, да. Все желающие абсолютно бесплатно. Мы ждем у нас на Хакатоне. Почему стоит принять участие в Хакатоне? Ну, во-первых, это хорошая смена обстановки, получение новой идеи, новой информации, нового знания и такого хорошего, в хорошем смысле, движа, это первое. Второе, это опыт, которым можно поделиться с коллегами, с коллегами из других регионов, коллегами из Самары, может быть, которых вы раньше не видели или не знали, что они в этих направлениях работают. Ну, просто реализовать свою идею и получить деньги, банальное, так сказать, банальное желание, но в том числе люди должны прийти и ради этого тоже. Хотеть победить. Да, ну, деньги просто так не даются никогда. Все-таки нужно потрудиться, проявить креатив, чего мы с вами начали наш сегодняшний эфир. Завершая разговор, о чем нужно помнить и знать, чтобы принять участие в Хакатоне? Надо успеть подать заявку до 4-го числа, надо выложить те необходимые, заполнить анкеты, ответить на те вопросы, которые мы хотим, до 7-го числа дождаться участников или нет, и 19-го, 20-го совершенно бесплатно принять участие или прийти послушать открытые лекции в Центр Туроводных Станкоза. Благодарю вас, Никита Птухов. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну, а я думаю, что на Самарских Хакатон прийти непременно стоит. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова